И в этой сессии наш последний докладчик Алексей Сегов, приехавший из Киева, выпускающий редактор издательства «Дух и литера», координатор проектов при Центре Святого Климента, аспирант Института философии Киевского и Леонского университета. Он расскажет об опыте христианского образования на Украине. Спасибо. — Здравствуйте. Спасибо большое за честь выступать перед вами. Я постараюсь говорить очень схематично, действительно, чтобы не забирать время. Как замечательно сказал профессор Пападуполус, постараюсь на своем примере пересмотреть границы и рамки времени. Я ограничусь несколькими тезисами. Для начала я бы хотел сказать, в чем главный вопрос образования, в частности школьного образования в Украине, почему нам это болит, почему нас это вдохновляет, а затем постараюсь рассказать несколько кейсов. Изначально я хотел четыре, но, наверное, ограничусь тремя. Ограничусь, значит, двумя тезисами. Первый тезис. Религиозное образование переживает в Украине серьезный кризис. Я хочу сказать, что озвучиваю этот тезис, потому что нас он вдохновляет. Ситуация складывалась таким образом. За 25 лет существования уже больше независимой Украины было три волны прилива интереса к христианскому и более широкому смысле религиозного образования. Первый опыт осмысления связан с началом 90-х годов, когда появились первые опыты создания учебных заведений. Вторая волна пришлась на середину 2000-х годов. И, наконец, третья волна – это сегодняшний день. Ее можно связывать как с изменениями на социальном уровне, то есть мы видим рост интереса у семей к религиозному образованию, так и на институциональном, о чем я скажу чуть позже. Итак, какие были сделаны инициативы еще в начале 90-х годов? Я ограничусь пятью примерами, не буду углубляться, просто озвучу их. Итак, были созданы общеобразовательные учреждения, сотрудничающие с церковью. В частности, был опыт создания двух православных школ, одна в Луганске, другая в Полтаве. Две школы, которые зарегистрировали себя как общеобразовательные государственные учреждения, а параллельно были созданы православные гимназии, которые разработали свои программы и таким образом могли осуществлять вместе деятельность, отвечая на требования Министерства образования и вместе с тем внедряя какую-то некую форму православной практики. Эти школы просуществовали, одна, не очень долго, вторая продолжает существовать и по наш день, но мы увидели, что произошла и в ее случае определенная маргинализация, связанная с некоторыми чертами, которые я тоже скажу через пару минут. Вторая инициатива, собственно, это создание отдельных классов, отдельной православной классы в школах. Одна из таких школ находилась в Киеве, и вот в ней договорились с директором школы, что один из классов на параллели становится православным. Замечательная инициатива, которая в очень скором времени привела к определенному кризису общения между учениками этих классов с их сверстниками на параллели. Определенная разница в требованиях, в том числе в нормативном аспекте и в педагогическом, сделала так, что эти классы стали менее наполняемы и со временем тоже сошли на нет. Третья практика – это создание частных школ. Частные школы существуют и по сей день. Большинство частных школ религиозного направления – это протестантские институции, но также есть большой опыт и в православной среде, а также в греко-католической. Особенно это активно развивается на Западной Украине, и на самом деле эти примеры наиболее вдохновляют. Один из этих примеров – рождение Украинского католического университета во Львове, который первый добился изменений о признании своего статуса на уровне университетского диплома, который теперь признается государством. И, наконец, уроки этики. Этот опыт насчитывает уже 12 лет. В определенный момент министерство решило – кризис идеалов, кризис морали. Нужно создать урок этики свободный, то есть может быть как секулярный курс, так и религиозный. Интересная динамика внедрения этого курса. В общей сумме на сегодняшний день она покрывает 40% школ. Из этих 40% примерно 15% школьников посещают эти уроки. То есть этот урок был создан как дополнительный, и семьи сами решают, хотят ли они, чтобы дети посещали. Почему эти все примеры важны? Потому что каким-то образом они отвечали на интуицию того, что мы должны вернуть понимание, чем является христианская идентичность в нашем постсоветском обществе. И эта интуиция часто сводилась к нормативным или моральным соображениям. То есть было утеряно главное, как мне кажется, утерян вкус. Вкус к тому, что такое христианство, что значит жить во Христе и со Христом. И этот вопрос является в первую очередь прагматическим, а не только вопросом ценностей или идеалов. Тезис второй. Тезис второй, который я уже частично озвучил. За последние пару лет в обществе значительно вырос спрос на альтернативные подходы к образованию, в том числе и на христианские. То есть если дополнить этот тезис первым, то получается, что ситуация запроса, в том числе на всех уровнях государства, семьи, гражданского общества и педагогической среды на новые поиски христианского мировосприятия в школьной среде очень высокий. К чему оно приведет, это вопрос, который сегодня актуален в Украине. Сейчас начинается целый ряд проектов, инициатив. Наверное, говорить о них мы сможем на этой конференции через пару лет. Но почему это важно? Потому что они стремятся вернуть вот эту форму маргинализации, превратить ее в что-то, что является в сердце духа образования в современной Украине. В чем проявлялась маргинализация? Значит, с одной стороны, как я уже сказал, это моральный аспект, который в большей мере отпугивал семьи, чем вдохновлял. С другой стороны, это была сложность с признанием дипломов учреждений религиозного направления. И здесь отмечено, если посмотреть последний пункт частной школы, что кажется, что присутствие частных школ в Украине довольно сильно. Они дают лучшее образование, они наиболее динамичны в информационной среде. Но при этом они занимают всего 1% от школьной географии Украины. То есть вопрос соотношения государственной программы и частной во многом не решен. И эту нишу хочется заполнять. Хочется заполнять новыми инициативами. Первые три пункта, я сейчас не буду вдаваться в детали, просто там привел одни цифры и рядом другие. Первые цифры – это количество учеников, которые ищут, ну семьи, которые ищут альтернативные пути образования на 2014 год. Вторые – 2016. То есть мы видим в любом случае какую-то динамику на запрос. И как я уже сказал, в первую очередь для меня это вопрос вкуса. То есть как вернуть вкус к образованию, как вернуть интерес детей к учебе. И я хочу рассказать о нескольких кейсах, которые мне кажутся очень интересными в этой связи. Значит, первый пример – это феномен Малой Академии Наук. Это такая инициатива, которая начиналась еще в 90-е годы. Что это такое? Была создана структура, которая подчиняется двум институциям – Министерству образования и Академии Наук. И которая предлагает определенную программу для работы в школах, в общеобразовательных классах. Значит, она проявляется в том, что дети могут свободно выбирать какую-то тему для исследования. Каждый год количество сфер увеличивается. Это не обязательно ответ на прямые уроки, которые преподаются. Но они могут включать в себя и экономику, и философию, и другие направления. Четыре года назад к этим направлениям добавилось богословие. То есть дети в школах получили возможность выбирать себе тему для исследования. В течение года они пишут это исследование и затем представляют его на нескольких уровнях. Они представляют его на уровне школы, затем проходят отбор на уровне района, затем области, и наконец-то происходит всеукраинский конкурс, который проходит в Киеве. Какие позитивные явления в этом проекте? Первое позитивное явление связано с тем, что основатели этой инициативы сознательно отказались от контроля над тем, что происходит в работе школ с учениками на всех уровнях. То есть зарегистрирована в Киеве всеукраинская малая академия наук, которая не располагает никакими финансами и которая осуществляет только кураторскую информационную деятельность. Она помогает учителям получать те сведения, которые они хотят. Она помогает проводить всякие мастер-классы летней школы, но при этом она никоим образом не курирует финансы. То есть в этом плане наконец-то редкая инициатива для Украины, когда этот вопрос останется очень спокойным и возникает уже только на этапе, когда определенный ребенок хочет взяться за определенный проект. Параллельно с этим Министерство образования передает финансирование в областные советы каждой области и затем уже через область направляет в каждую школу необходимые средства на подготовку детей. Почему это интересно? Я сейчас не буду долго рассказывать о тех явлениях, которые происходили именно в среде богословия. Это очень интересно. Я ограничусь тем, что покажу… Это первая страница сайта. Там представлены множество языков. То есть действительно есть интерес к тому, чтобы развивать эти начинания и в других странах. То есть рассказывать о том, одном из немногочисленных ноу-хау, которое Украина создала за последние два десятка лет. Вот это как проходит. То есть в принципе интереснее слушать, чем смотреть. Обычно академическая атмосфера. Это я просто привел, выписал несколько названий работы этого года, которые были представлены на всеукраинском конкурсе. То есть видно, что детям дается полная свобода. С одной стороны, это может быть исследование как культурно-историческое, так и вопросы литургики могут изучаться, вопросы сопоставления конфессий или даже религий. И что важно, что это прививает детям уже на школьном уровне вкус к творчеству. Они чувствуют эту свободу не как что-то абстрактное, а вполне серьезно. К ним относятся как к серьезным молодым исследователям, и им дан карт-бланш. Когда я проводил некое исследование в этой сфере, я увидел, что количество работ, которые вынесены на всеукраинский конкурс, в прошлом году меньше, чем в предыдущих. Хотя каждый год количество увеличилось. То есть это тоже важно, что это покрывает всю Украину, представлены все области. Но вот в последнем учебном году количество работ меньше, чем раньше. Я спросил организаторов, почему. Они сказали, потому что мы приняли для себя важное решение. За победу в конкурсе даются дополнительные баллы при поступлении в университет. И они отметили, что в каком-то смысле это стало площадкой для некой карьерной гонки. То есть дети стали делать работы уже не самостоятельно, а приглашать экспертов для написания, потому что это влекло некоторую выгоду. И вот организаторы сознательно отказались. И с этого года произошла такая кристаллизация. То есть баллы дополнительные для поступления не дают. Но действительно чувствуется какое-то в первую очередь достоинство ребенка и внимание к его возможности вести серьезную научную деятельность. Я сокращаю. Вторая инициатива, о которой я по сути не буду сейчас говорить, но она просто развивает второй важный христианский вкус. Вкус, я бы назвал это укорененностью. То есть была создана при приходе школа, которая позиционирует себя не просто как воскресная школа, а позиционирует себя как школа, которая позволяет ребенку идентифицировать себя с полисом, с городом. В Киеве, конечно, это очень удобно. То есть школа Анны Ярославны, она старается интуитивно нащупать связь традиции киевской, которая во многом, конечно, была утеряна в 20 веке. И вот она, традиция оживает в лицах, начиная от пространства Софии Киевской, затем дети выходят в город, проводятся как экскурсии, так и тренинги, и семинары на территории Киево-Печерской лавры, вокруг Андреевской церкви и вокруг других памятников эпох различных. И это действительно такая попытка вернуть укорененность памяти в смысле города, вернуть ценность города. Это как проходят их тренинги и встречи. Простите, буду ускоряться. Третья инициатива называется Детская академия Киевского летнего богословского института. Об этом я могу говорить часами, но ограничусь пару минутами, потому что сам я являюсь участником этого проекта. Вокруг нашего издательства Духлитера и Центра Святого Климента мы создали более 10 лет назад такую инициативу вместе с большим кругом друзей, среди которых Александр Семенович Филоненко. Мы решили, что нам мало жить жизнью, когда образование происходит в определенные академические часы, и хотим внедрить вкус к проведению вместе времени в то, что бы я назвал интуицией общиной жизни. В 50 километрах от Киева каждое лето мы проводим летний лагерь на территории православного прихода, настоятелем которого является отец Филарет Егоров. И таким образом, с одной стороны, происходят курсы, лекции самого высокого академического уровня. Наши лекторы приезжают из разных европейских и не только стран. И параллельно происходит жизнь обычного сельского прихода. Это удивительно интересно и насыщенно видеть, как традиция повседневного православия внедряется в сферу теории, если можно так сказать. И в какой-то момент, а конкретно в 2009 году, мы решили, что недостаточно ограничивать такую возможность студенческой аудитории и запустили детскую академию. То есть дети уровня средних классов, но на самом деле не ограничиваясь, скажем, примерно от 9 лет до 17, имеют возможность посещать эту летнюю школу и таким образом, они параллельно, у них есть своя программа. Часто лекторы проводят занятия как в среде студентов, так и отец Филарет. Это вот наша Лишнянская община. Это курсы по иконографии. Это наши дети. Сейчас я хотел включить. Это выставка по метрополиту Антонио Суружскому. То есть это разные виды деятельности, которые мы проводим с детьми. И все они направлены на то, чтобы действительно раскрыть то, что я бы назвал вкус к общиной жизни прежде всего. И, наконец, последний пример. Это пример, который у меня откликается в сердце, в том числе и с докладом профессора Пападопулса. Это проект «Дети надежды». Самый ранний из представленных здесь проектов. Он родился 2,5 года назад. Был зарегистрирован фонд «Дети надежды и любви». Его цель была ответить на спонтанную потребность в гуманитарной и социальной помощи семьям переселенцев из Восточной Украины, из зоны, где до сих пор проводятся боевые действия, военные действия. И семьям, где отцы либо пострадали, либо были убиты, то есть семьи военных. Это две группы людей, которые, встречаясь в мирной жизни, часто не находят общего языка. Очень сложно им существовать. И также есть третья сложность. Это сложность принятия мирными гражданами, людьми, которые сами не пережили опыт войны, принятия их в контекст мирной жизни. Сначала первая потребность этих людей, конечно, это потребность о том, чтобы обрести жилье, о том, чтобы обрести возможность финансовую к существованию. И часто кажется, что на этом этапе можно остановиться. То есть этого достаточно. И так есть спонтанное желание отреагировать и у государства, и у гражданского общества. Деятельность фонда столкнулась с тем, что после первой волны помощи была организована большая акция длительная по сбору средств, помощи этим семьям. Остался не мой вопрос, как с ними жить дальше, как смотреть этим людям в глаза, что мы можем им предложить уже с точки зрения просто человеческой реакции на тот кризис любви и мира, который они переживают. И таким образом родилась инициатива, которая называется, одноименная инициатива называется «Центр Дети Надежды», которая открылась в сентябре 2006 года. Это опыт сегодняшнего ответа путем образования на кризис потери доверия, в первую очередь я бы назвал так. И через этот опыт образования возвращение вкуса к примирению. Какие самые главные ценности, которые стали проявлять себя практическим путем уже в ходе реализации проекта? То есть с одной стороны показалось, что начинается все с тактической задачи. Посадить детей вокруг одного стола, собрать их в одной аудитории и дать им возможность высказаться, выслушать их и реализовывать какие-то проекты вместе. В первую очередь образовательные проекты, это и преподавание итальянского языка, это различные мастер-классы, это и проведение досуга. То есть дети, оказавшись в ситуации, когда их всех любят одинаково, и когда их не разделяют даже, скажем, в молчании, для них это был большой опыт заново открыть красоту человечности. Что стало очень быстро видно, что через опыт примирения детей намного легче преодолевать те скрытые травмы, которые присутствуют у родителей. Опять-таки, как сказал профессор Пападопулос, вот эта попытка все психологизировать и таким образом в каком-то смысле уйти от ответственности, она преодолевается не только личным усилием, но и той красотой, которая открывается в ответ на предложение образования детям. И семьи стали говорить просто, мы хотим в этом участвовать, мы хотим разделять, мы хотим, кроме того, что получают наши дети, сами тоже давать что-то взамен. Третий урок, связанный с этой инициативой, это урок, который можно назвать примирением вот этих двух крайностей реальности войны и реальности мирной жизни. То есть, по сути, это обретение некого языка, на котором можно выражать судьбу современного человека-переселенца, семью человека, который стал сиротой или потерял одного из родителей, и семьей, скажем так, благополучного гражданина Украины. То есть, что возможен язык, когда со всей серьезностью, с одной стороны, мы можем откликаться на боль этих людей, а с другой стороны, разделять ту красоту, которая, по сути, проявляется лишь в момент общения с ними. Что также для нас важно? Важно также, что при работе с детьми мы стали использовать множество контактов, которые сложились у нас за годы деятельности научной и социальной. Большое количество преподавателей из совершенно разных стран откликнулись. и французы, и итальянцы, и немцы, и русские. И все эти люди вместе стараются делать, скажем так, творить новую гражданскую украинскую идентичность. Таким одним из символов… Извините, пожалуйста. Спасибо. Нет. Вот. Ой. Ладно. Я проскочил. Одним из символов… Там было фотографии… Неважно. Одним из символов был жест, предложенный нам одним из ведающихся библистов современности Ан-Мари Пельте, богослов, которая… Первая женщина, которая была удостоена премии Ратцингера. И свою премию она передала на этот проект. И действительно, этот жест, конечно, несет нечто более важное, чем просто финансовое участие. Это действительно внимание к той гуманитарной ситуации, которая не ограничивается каким-то подбором детей, семей, но охватывает вопросы фундаментальные, кем является христианин в современном мире и как он может отзываться на боль ближнего. Это мы вернулись в детскую академию. Простите, сумбурно получилось, не очень у меня получилась презентация. Опять-таки, больше на интуитивном уровне, чем на уровне какой-то сформированной педагогики. Я бы хотел закончить цитатой, которая является определенной путеводной звездой для нас, участвующих во всех этих проектах. Эту цитату я позволю себе привести. Она из выступления Ольги Седоковой, которая называлась выступление «Лучший университет». Цитата звучит так. «Название моего выступления связано со словами Александра Пушкина, с его замечаниями из частного письма другу. Цитата. «Говорят, что несчастье – хорошая школа. Быть может, но счастье – есть лучший университет». Конец цитаты Пушкина. «Это очаровательное замечание, продолжает Седокова, сделанное как будто, между прочим, обхупу, очень значительно. Мысль Пушкина корректирует и расхожую педагогику, и бытовую антропологию, и религиозные навыки своего времени, и в конечном счете всю картину мироздания». Вот этот запрос на счастье, на реализацию красоты в практике общения с детьми на самом деле является сердцем тех образовательных инициатив, которые сегодня рождаются в Украине, и также является тем звеном, который позволил нам приехать и сегодня быть здесь. Я очень благодарю за внимание и скажу, что опыт подобного общения и видения реализации уже конкретной школы очень вдохновляет нас сегодня и в Украине. Спасибо. Алексей, спасибо большое. Может быть, один вопрос из зала, если есть у кого-то. Пока этот вопрос возревает, я со своей стороны спрошу. В Украине каким-то образом государство поддерживает частные христианские школы? Есть какая-то программа финансирования частных христианских школ? Я скажу, что к счастью нет. К счастью, потому что ситуация в Украине действительно очень комплексная. Очень большое разнообразие, скажем так, в том числе и конфессиональное. С одной стороны, это различие можно воспринимать как открытую рану, но с другой стороны, это желание постоянного общения и преодоления той разобщенности, которая есть. Поэтому, если кратко, государство просто не может позволить себе поддерживать одну из инициатив. То, что важно сделало государство, два года назад оно приняло закон о том, что церковные институции могут регистрировать частные школы. Казалось бы, это очень простой жест, но до сели это было запрещено. И даже то, что государство готово на уровне всеукраинского дискурса образовательного ждать ответа от церкви, это уже нас вдохновляет. Спасибо большое. Спасибо большое. Тогда... Спасибо. 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 Спасибо.